Александр, расскажите, что это было за авиабаза, где она находилась? Гражданский аэропорт в городе Ликопетровск, поселок Авиаторская, точнее, поселок не назову. Гражданский международный Ликопетровский аэропорт, Ликопетровский. База большая, военная, что там стоит гражданская? Обычная гражданская, на которой базировались военные самолеты в тот момент. Да, истребители С-25 и вертолеты. Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, вот тот день, значит, какое отношение эта авиабаза, эти самолеты имеют? Самолеты регулярно летали, бомбили, штурмовики С-25, Донецк, Лиганск. Продолжалось очень длительный срок, время. На самолетах, из 8 самолетов летающих активных, подвешены были ракеты воздух-воздух, которые способны сбить любые цели в воздухе. Они каждый день летали так? Каждый день, ежедневно. Каждый день с ракетами воздух-воздух летали? Все, все самолеты летали, да, но из 8-2 только были с ракетами воздух-воздух. Каждый день они подвешили воздух-воздух. А в данном случае, разве шли авиационные какие-то сражения где-то в воздухе? Нет, самолеты, мы на самолеты подвешены, но были ракеты для прикрытия самих себя в воздухе. Для прикрытия? Ну, то есть на всякий случай? На всякий случай, да. В основном было подвески, это по работе по земле, направляемые ракеты, бомбы. Итак, день 17 июля. Расскажите про день 17 июля. Мы регулярно летали самолеты, с утра, целый день летали. В труповый день, примерно за час до вот этих событий, которые произошли с Боингом, было поднято в воздух именно три самолета. Мы поднимались по-разному, по два, по три, по четыре. В какое время, вы не помните примерно? Нет, нет. Залетело три самолета, среди которых один был оснащен такими ракетами. Самолеты марки какой? Су-25. Су-25, так. Вы лично видели, что вылетел самолет с ракетами воздухов? Да. Где у вас точка наблюдения была, ну, если это не секрет? Вы были за забором? На территории, конкретно не скажу. Ну, то есть вы имели возможность смотреть это конкретно, что подвешивается, как? Да, вынесли три самолета с такими ракетами. Такие ракеты, как бы, могли, такой самолет с ракетами мог не лететь, могли просто другие самолеты еще раздаваться. Вот. А два других, они не вернулись? Не вернулись, они были сбиты. Ага. Летчик этот был очень, как бы, напуган. Вы знакомы с этим летчиком, видели его? Вы знаете его. А можете сказать, как его звали? Волошин. Это был летчик Волошин, он один в самолете был? Да, самолет рассчитанного человека. Имя его не знать? Владислава, вроде бы, не скажу точно. Звание там? Капитан. И вот этот капитан Волошин вернулся, и дальше расскажите про него. Вернулся с пустым боекомплектом. То есть ракет не было? Да. Вот эти ракеты, воздух-воздух, не входят в БК основные. В боекомплект? То есть они подвешиваются под какое-то конкретное задание? Да, под конкретное задание, по отдельной команде. Как правило, самолеты с этими ракетами старались не выпускать воздух, потому что ракеты, это нельзя часто просто так вот с собой перемещать воздух. А она визуально как-то отличается, там, окраска обтекателя? Она отличается своим видом личным. А какие внешние признаки? Небольшая ракета, крылатая, с оперением, с головкой наведения. То есть ее опознать очень легко. Сколько всего ракет он несет, воздух-воздух? Воздух-воздух всего, возможно, две на этом самолете. Никогда они раньше не применялись, но по срочной команде они были, ресурс у них продлен. А вот никогда раньше, то есть он брал только в этот день? Они были списаны до этого, буквально накануне, за неделю до вот этого случая. Эти ракеты были в срочном порядке продлены и поставились на вооружение опять. Они использовались очень долгие годы. Потому что почему? Они повышенного риска? Ресурс вышел у них года, старые просто. И вот в этот день, 17-го числа, их повесили на самолет, да? Ну, как бы они все время стоялись с этими ракетами. А, но не летали? Ну, старались, да, поменьше их воздух пускать. Но в этот день они полетели, и вернулся он без этих ракет? Да, зная немножко этого летчика, вполне возможно, когда сбили два этих самолета, просто испуганная реакция неадекватная. И вполне возможно, была возможность, что от испуга или в стелях вместе запустить ракеты в Боинг. Неизвестно, знал ли он Боинг это что или нет. Может, он принял его за какой-то иной боевой самолет, может быть, другой какой-то был. Они с самонаводящимися головками, то есть, когда он их нажал, они стали искать цель? Нет. Или как они работали? Лечит сам фиксирует цель. Сам фиксирует цель? Да. Потом запускает ракету, а ракета уже летит на цель. Но что вы еще можете рассказать про этого летчика и про этот день, и вообще про этого летчика? Фраза была от него слышна, когда из самолета вылез. Самолет не тот. И вечером, вечерняя фраза была. Вопрос у одного летчика к нему, к этому же. Что там с самолетом? На что тот ответил, самолет оказался в ненужное время, в ненужном месте. А скажите, что вы еще знаете про этого летчика? Он давно там служил? Откуда вообще? Что за капитан Володя? Эта часть базируется в Николаеве, город Николаев, Украине. Это была командировка в этой части, в Днепропетровске. Накануне была у них командировка в Чугуе, под Харьковом. И все это время они бомбили Донецк и Луганск. И по информации одного из служащих в Николаевской части, они до сих пор продолжают это делать. Ну, то есть, как, по-вашему, могли развиваться события? Если я так правильно понимаю, значит, вот вылетели три самолета на боевую, на какую-то задачу. Два из них, они оказались примерно в той зоне, в которой находился Боинг. Два самолета сбили. Значит, этот капитан Волошин занервничал, испугался. Он подумал, что принял вот этот Боинг за какой-то боевой самолет, который может... Расстояние большое, он мог просто не видеть конкретно, что это за самолет. А с какого расстояния эти ракеты пускаются? Три-пять километров может цель фиксировать. Три-пять километров. А разница скоростей какая у боевого самолета и Боинга? У этого самолета и Боинга практически никакой. Это самолет звуковой. Ну, ракета очень довольно-таки хорошая скорость. Очень быстрая ракета. То есть догонит, да? Без проблем. А что касается высоты, там тоже споры идут. Он мог на эту на 10 тысяч? Он может вполне на своем максимальном подъеме на 7 тысяч метров подняться. И вполне может спокойно зафиксировать цель. А, достать ее вверх? Да. Самолет просто может поднять нос вверх. И проблем никаких не составляет это зафиксировать и пустить ракету. Есть ракета, которая буквально может в корпус. Буквально может на расстоянии 500 метров. Есть ракета такая. Она, в принципе, дроби. Она разрывается, дробь идет. А потом идет основная боевая часть ракеты. То есть помимо как вида обстрела пушки, могло и быть именно основное пробитие самолетов. Украина также заявила, что два этих сбитых самолета были 16-го числа, а не 17-го на самом деле. И неоднократно вот эти даты менялись. Вы подтверждаете, что вылеты были постоянно, никаких перерывов не было? Был и момент, когда перемирие было между Витовым. Все равно некоторые вылеты были, продолжались. Не так активно, но продолжались. То есть много всяких расхождений по поводу трактовки, что самолеты несли или не несли оружие. Не в данном случае, а всякие запрещенные оружия типа фосфорного. Фосфорных там не наблюдалось. Но есть очень похожие, в принципе. Это объемно детонирующая бомба. А не запрещенная? Запрещенная. Бомба была предназначена для Афганистана. Ее запретили после тех... Расскажите подробнее, что это за бомба, почему она запрещена и как она применялась. Запрещена в какой конвенции или кем именно, я не помню, скажем. Бомба, негуманное убийство, выжигает все. Абсолютно все выжигает. То есть аэрозоль, получается, когда она... Совершенно верно. И они их навешивали и применяли во время боевых действий? Да. И были также запрещены бомбовые кассеты. Какую цель преследовали в применении этого оружия? Они все выполняли приказ. А чей приказ? Чей приказ, непонятно. Но приказ... Смысл такого оружия в запугивании? В максимальном уничтожении. В уничтожении. Не в запугивании, а именно в уничтожении населения? В максимальном, да. Какое поражение? Профессионная бомбовая кассета, в зависимости от размера, может поразить цель очень масштабная. Ну, сколько? Стадион. Стадион. Просто накрывает стадион одна бомба. Причем полностью? Всю площадь абсолютно. У вас есть какие-то родственники на той части, которая сейчас отделилась? Родственники, близкие люди? Друзья, знакомые. Друзья, знакомые. Вы как принимали решение, что вы будете оттуда... Был против изначально вот этой всей антитеррористической операции. Не согласен с политикой государства. Гражданская война, я считаю, это неправильно. Убивать своих же людей, это ненормально. И какое-либо участие принимать или нет, но находиться на стороне Украины, и как бы быть к этому частично, хоть причастным, я был не согласен изначально. Военное, что там стоит гражданское? Обычное. Обычное гражданское, на которое базировались военные самолеты в тот момент? Да. Истребители, С-25-й и вертолеты. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, вот тот день, значит, какое отношение это авиабаза, эти самолеты? Летающих, активных. Подвешены были ракеты воздух-воздух, которые способны сбить любые цели в воздухе. Они каждый день летали так? Каждый день. Каждый день с ракетами воздух-воздух летали? Все самолеты летали, да. Самолеты регулярно летали, бомбили, штурмовики С-25-я, Донецк, Луганск. Там продолжалось очень длительный срок, время. На самолетах, из-за 8 самолетов. Александр, расскажите, что это было за авиабаза, где она находилась? Гражданский аэропорт в городе Липопетровск, поселок Авиаторское, по-моему, точнее, поселок не назову. Ну, Гражданский и международный Липопетровский аэропорт. Липопетровский. Оно база большая? Из-за 8,2 только были с ракетами воздух-воздух. Ага. Каждый день они подвешили воздух-воздух. А в данном случае, разве шли авиационные какие-то сражения где-то в воздухе? Нет, на самолеты подвешивали, но были ракеты для прикрытия самих себя в воздухе. Для прикрытия?